Программа «Меридианов Тихого» весьма разнообразна. Чтобы не упустить самое интересное, мы попросили дать рекомендации одного из отборщиков фестиваля Андрея Василенко. Эксперт выделил пять кинолент из программ «Движение вперед», «Панорама», «Документальное кино» и, конечно, конкурс. Фильм, который называется «Госпожа Фан», выдающегося китайского документалиста Ван Бина, чью ретроспективу в 2014 году мы организовывали, первую ретроспективу в России мы организовывали в рамках фестиваля. Это его новая работа, где он продолжает следовать своему очень интересному методу погружения в реальную жизнь людей и представляет трагическую, но очень сильную историю, которая не оставит никого равнодушным. «Госпожа Фан» – 13-й полнометражный фильм признанного режиссера-документалиста Ван Бина и победитель на конкурсе в Лакарно. Фильм рассказывает о последних днях жизни 67-летней фермершей из провинции Фудзянь, которая страдала от синдрома Альцгеймера и ушла из жизни в 2015 году. Замечательный фильм в панораме молодого французского режиссера Диома Рэмбо «Четыре дня во Франции». Настоящее такое кинопутешествие-роуд-муви, которое при этом затрагивает тему человеческих взаимоотношений и того, как человек пытается найти себя через движение. Буквальное движение, исследуя собственную идентичность, собственные переживания, при этом придаваясь некому такому намадизму тела. Картина «Четыре дня во Франции» – дебютант венецианского фестиваля в 2016 году. Главный герой – Пьер. После разрыва с любовником он отправляется колесить по французской провинции, встречая на своем пути чудаков и чудачек, которые с каждым новым поворотом становятся лишь страннее. Чудесный фильм, лично, наверное, мне особенно симпатизирующий, немецкого кинематографиста Себастьяна Мэтца «Открытки с линией перемирия». Это тоже его такая работа, где он рассказывает о своих путешествиях по Ближнему Востоку и через эти путешествия пытается исследовать долгую историю арабо-израильского конфликта. Экспериментальная работа может казаться несколько сложной для восприятия, но мне кажется, чтобы понимать, куда движется экспериментальный гематограф, эту работу надо построить обязательно. Фильм Себастьяна Мэтца поделен на пять глав. В каждой из них зритель, медленно, словно перемещаясь под жарким солнцем Востока, следует за размышлениями автора об одном из главных исторических конфликтов двух народов. Ну и мой фаворит, немецкая картина Валешки Гринзенбах, режиссер так называемой берлинской школы вестерн. Главный, на мой взгляд, фильм прошедшего Каннского кинофестиваля, тот самый фильм, то самое произведение, имеющее некий педагогический посыл о том, что всем нам надо стараться выживаться вместе и находить общий язык. Очень наполненный гуманизм. Ну и, конечно, российский фильм в конкурсе «Теснота Кантемира Балагова». Постановщица из Германии Валешка Гризебах представила картину вестерна еще в Каннах. Нехватку так называемого женского кино отмечают на многих фестивалях, но, к счастью, с каждым годом все реже. А вот полнометражная «Теснота» попала в конкурсную программу. Первый фильм 26-летнего режиссера Кантемира Балагова, ученика Александра Сокурова, основан на реальной истории времен Чеченской войны. В Нальчике конца 90-х разворачивается семейная трагедия. Искать выход из сложной ситуации зритель будет вместе с главной героиней. Фильм стал главным событием Каннского фестиваля в этом году, после чего сразу попал в основной конкурс кинотавра и киносмотра «Зеркало». «Теснота» моментально вышла в международный прокат, окупившись еще до выхода на широкие экраны. Ольга Продан, Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом.